Почему самочки-какеточки никогда ко мне не придут на обучение, часть 2. Дорогие мужчины, да и не только мужчины, если вы просто хотя бы посвятите месяц тому, что будете наблюдать за людьми, вы обнаружите очень простую вещь. Есть такая категория девушек, женщин, причем это, видимо, у некоторых, у многих на всю жизнь эти симптомы. То есть они по 3 часа, по 4 часа прихорашиваются у зеркала, красятся долго, раскладывают всю эту амуницию, как правило, на кухне. И долго-долго прихорашиваются, красятся. Они тратят деньги на салоны красоты, на всякие пластические хирургии, на маникюры. И понимаете, вот у них как бы так устроено сознание, что им большего и не надо. Какая речь, какие книги, какие танцы. Ведь для танцев нужен интеллект. Об этом отдельно скажу. То есть именно поэтому все эти самочки, которые заняты своими инстинктами, своими гормонами, они никогда не придут на уроки ко мне. Хотя казалось бы, логичнее было бы прийти ко мне, проделать всю эту психотерапевтическую работу, выбить из себя всю дурь, наконец-то стать интересной, красивой, выразительной, женственной, в моем понимании. И тогда, возможно, им бы не пришлось столько сил тратить на салоны красоты, а все происходило бы в жизни само собой. Но нет же, салоны красоты важнее. Хорошего дня!